сегодня среда 20 часов всего лишь две минуты и мы начинаем и мы традиционность в этот раз с нетрадиционно маленьким опозданием начинаем нашу передачу городская среда ну ты уже просто сам себе на нуль помножив з вами як завжди ведущий городской среди Евген Любович и Владислав Восьмак з нами сподіваемося подымки Андрій Куликов и гість нашої сьогоднішньої программы Артем Сетенько про якого докладнейше будет трошки пізніше а зараз власне кажучи про вибор теми із переходом на зимовий час у місті відчутно потемнішало наближається ну для кого Хеллоуін а для кого день усіх святих коли кажуть над землею ширяють найбільше кількість темних сил і нібито на противагу всім цим відчуттям ми вирішили поговорити сьогодні про світло про світло у великому місті отже тема сьогоднішньої програми вогні великого міста і ми будемо говорити про те наскільки вуличне освітлення потрібне у сучасному місті заважає вона нам чи допомагає і король відіграє у міському середовищі я хотів би сказати що самі яркі моменти моєї молодості пройшли в темних періулках ну ти Женя Жиган для того щоби наша розмова була змістовнішою цікавішою ми спеціально вибрали гостя і запросили Артема Ситенько який є фізиком за освітою але за професією є дизайнером з освітлення Артема я вас хочу запитати як ви дійшли до життя такого де взагалі навчають дизайнерів по світлу я буду відвичати на русському язикі як ми вже договорились але на жаль в Україні не навчають ну так би мовити спеціального спеціального образування у нас по світодизайну нет но є светотехніческе образування це светотехніческе образування можна получить в Кісі в архітектурному университеті можна получить в Кіга сейчас це НАУ авіаційний университет с уклоном яким то скажем так профільним да уже там по освіщенню аеропорту по моделірованню компьютерному моделірованню освіщення і так далі сама професія светового дизайнера лайтін дизайнер это достаточно новая как бы ну новый средств профессиональной деятельности который находится на стыке областей дизайна і техніческой скажем так реализации уже освіщення і в чому то он даже ближе к иногда сценическому освіщенню да ну тоже как бы примыкать это третий область который он будет примыкать и в целом в мире это профессиональная деятельность как независимая профессиональная деятельность выделилась не так давно это общий мировой тренд в принципе во всем мире есть всего несколько институтов где готовят специалистов узко ну которые получают диплом где написано лайтін дизайнер это в германии несколько институтов там самая мощная будем договорить школа это в стокгольме королевский политехнический институт KTH где эта программа существует лет шесть-семь я боюсь точно ошибиться это школы дизайна в нью-йорке в лондоне то есть там где это пришло именно от дизайна да то есть поэтому можно сказать что специалисты которые сейчас работают в мире вообще занимаются этой профессиональной деятельностью а большинство из них не имеют именно профильного образования они пришли к этой профессиональной деятельности из какого-то из смежных областей то ли из дизайна то ли из архитектуры то ли как всегда все основоположники самоучки Артеме а до речи вот ті гаразди чи не гаразди плюсы и минусы в освятлении зокрема Киева они на вашу думку повязаны больше и с тем что люди не мают фаховой подготовки или чьи есть какие-то другие причины мы докладнее про это я думаю что это как бы не является основополагающим фактором тех или иных как проблем так и скажем так ярких хороших примеров то есть то что уже было сказано все что лучше это как правило люди которые самоучки таланты то есть не обязательно иметь образование чтобы что-то хорошее сделать но желательно ну иметь как бы не то чтобы образование а ну понимание да процесса то есть но в принципе как бы это на грани свет это вообще очень субъективная вещь и находится на грани творчества поэтому многие проекты на которые мы будем с вами там обсуждать смотреть или концепции освещения они могут восприниматься субъективно и иметь разную эмоциональную оценку Артем вы несколько дней назад вернулись из Лондона расскажите пожалуйста а как в Лондоне как там ночная жизнь как там происходит освещение ночная жизнь там присутствует всегда как интересно у нас таки мережево плететься в попередней программе мы говорили про подземку про киевский метрополитен ну и так крагичком торкнулись темы ничного життя ось будь ласка сегодня мова про светло и про ничное життя в Лондоне ну и лондонскую подземку тоже можно упомянуть да то есть как бы смотрите в Лондоне ну так делюсь своим опытом я не очень так скажем гуляющий по ночам человек с точки зрения там клубов и так далее то есть это не совсем мое но Лондон это город который конечно же в центре никогда не спит то есть если вы попадете в самый центр это Пикадилли ну то что у нас на слуху у людей там легко потеряться во времени то есть мы на самом деле там с коллегами когда были в Лондоне мы даже опоздали доехать до гостиницы потому что мы так засиделись вот там в ресторане в центре что ну а люди ходят и уже почти двенадцать а ты этого не замечаешь кажется что 7-8 вечера не позже а чему ты помечаешь все освещено то что мы говорили да все фасады сочные людей очень много на улице то есть это туристы в основном конечно же ну и тот обслуживающий персонал который еще работает заведение закрывается по-разному то есть в пятница это у них день пятница но иногда суббота да там в том или иной степени это дни вечера когда люди очень гуляют ну как бы после трудовой недели заслуженно то есть все клубы это очень ярко арабы выезжают ну мы в этот раз встретили Бугатти и Вейрон покрытый золотом с арабскими номерами который видимо прилетел на своем самолете и розовый Rolls-Royce Phantom ну то есть знаете как бы просто как сказал один хороший знакомый арабы для него нету ничего лучше чем купить дорогую машину приехать на заправку или еще где-то там перед кафе поставить ее сидеть пить кофе и смотреть как остальные ну скажем так обыватели фотографируются на фоне его машины выражая всяческое восхищение то есть вот Лондон он немножко такой вот вот он очень разнообразный это мультикультурный город и если говорить о концепции про освещение то все центральные улицы которые имеют какое-то ну скажем так первых культурное значение во вторых они являются туристическими как бы такими вот местами они все подсвечены то есть там фасады практически всех домов подсвечены либо это классика значит они каким-то классическим скажем так приемами подсвечены либо это современная архитектура которая вписана она посвечена как-то оригинально то есть ну уже в зависимости от самой архитектуры потому что свет в принципе должен как бы служить элементом для архитектора для того чтобы подчеркнуть его архитектурой либо наоборот преобразить архитектуру здания в ночной период да то есть чтобы как-то ее проявить свет он как бы выхватывает из темноты то что мы как бы освещаем но я бы сказал что в целом в лондоне все улицы освещены да то есть поэтому там никогда нет ощущения что ты в темноте находишься то же время ну может быть мы к этой теме вернемся парки там не освещены поскольку считается что там та экосистема которая там живут там уточки лебеди и прочее им надо спать вы как раз подошли до этой темы на яку мы сняли невеличкий ролик у нас есть такая традиционная культурологическая рубрика я хочу сказать что когда мы працювали над этой темой когда мы готовили программу все мы слышали наскольки питания святла взагалі святло в великому місті складне не лише с точки зору фізично я ли с точки зору багатьох інших аспектів ну от давайте ми зараз вами подивимося коротенький ролик якраз про ці речи вечер близенько зори низенько тільки в великому місті їх не видно ви знаете я нещодавно прочитала что виявляються у парижи чумацкий шлях востаннє було видно ще за часів другої світової коли там було оголошено про авиаційний налет і вимкнула всю электроку святло в великому місті це добре звісно річ але як писала колес ліна костенко велика річ пропорції чи знаємо ми наприклад яка кількість комах гине щодня через вуличні ліхтарі прожектори і інші освітлювальні прилади сотні тисяч а відповідно не доїдають птахи ви думаете це жарти а це серйозно вуличне освітлення збиває з пантелику дерева які починають розпускатися і скидають листву раніше аніж їм відведено природою а відповідно ми городяни не добираємо кисню та й більше того над кожним великим освітленим містом створюється так званий світловий купол і він сягає висоти 60 кілометрів у нижніх шарах атмосфери це перешкоджає роботі астрономів це збиває з курсу прильотних птахів і набагато як кажуть дослідники ускладнює роботу пілотів та й взагалі картина світу завдяки вуличному освітленню міняється у ті часи коли запуск кожного космічного корабля транслювали в прямому ефірі як події загально державного значення про землю було прийнято казати блакитна планета але сьогодні всюди сущий гугл дає нам можливість подивитися ну принаймні на нічну землю зовсім іншими очима і стає видно що вона золота вся куля ніби помережена складним візерунком сплетеним із золотих ниток доріг маленьких цяточок вузликів селищ і містечок і великих складних орнаментів найбільш освітлених міст світу Пекін Москва Лас-Вегас Нью-Йорк Париж Лондон Київ в цьому переліку не на останньому місці але перш ніж починати виборювати пальму першості серед найбільш освітлених міст світу ми вже подумаємо про те коли повертаючись з роботи додому ми в останнє бачили зорі повертаючись до розмови про світло якщо ми з вами якщо ми з вами спустимося з небес на землю оцей ефект сяєння оця золотавість земної кулі яка вимагає певних жертв очевидно в нас створюється певними засобами ми підготували невеличку добірку слайдів для того щоб показати різні типи архітектурного освітлення взагалі освітлення на вулицях давайте ми їх переглянемо зараз подивимося на якісь знамениті такі об'єкти і я думаю що ви зможете їх прокоментувати добре? Дякую Отже ми зараз дивимося підбірку слайдів зараз нам їх запустять ось вони на моніторі будь ласка і ми з вами можемо їх коментувати просто зараз це типичний европейський город типична подсветка скажем так то що нам всім приємно видеть і я думаю большинство людей позитивно воспринимає теплый, я би ж сказав желтоватий свет котрим підсвечена класічна архітектура це натриєві лампи котрі повсемісно вже длітєві време применяються для підсветки городських улиц і вони дуже добре естественный приємний свет для класічної архітектури от контрастного дубаї металлогаллогенний голубоватий свет дають другої тип газоразрядной лампи і ціли ст як Race зрозвечені металлогенструкціями стекло і ціли ми Here вона підсвечена якісь верхні акцентів здань здесь лас-вегас да то есть здесь опять-таки это город как вы понимаете где люди отдыхают развлекаются видите что все фасады залиты многие из них подсвечены какими-то цветными залит каким-то цветом цветными акцентами и скажем так света очень много то есть он весь яркий весь такой прям как праздничная подсветка то есть это не совсем характерно до таверский мост на самом деле вы видите что нейтральный такой белый цвет подсветка очень праздничная сейчас эти светильники все заменяются если это достаточно трудно определить так на глаз металлогалоген или светодиоды но я знаю что как бы сейчас вся подсветка с на светодиоды менять на пятки прожектора то есть концепция не меняется да это тоже лондон на фоне появилась новое здание как бы новинка прошлого этого года это шарт проекта рэнсапиано очень амбициозный для лондона и очень такой спорный вернули слайд то есть это спорный проект был потому что лондон он не имеет много высотных зданий то есть это здание но является очень большим акцентом и она как вы видите она ночью практически не подсвечена она сама светится за счет того что на этажах есть освещение когда его открывали тогда его использовали для лазерных вот шоу то есть но это возможно будет повторяться во время каких-то праздников в нью-йорке вы можете видеть два на полуострове два явных акцента это даунтаун где большие высотные офисные здания и миттаун где знаменитая тайм-сквер и так далее где очень много света там все зальто светом круглосуточно но особенно ночью видно это и в то же время там перемеживается с жилыми районами где свет это только уличное освещение ничего более нотердам де пари ну как бы это достопримечательность которая должна была быть подсвечена и вы можете заметить что светильников на фасаде как бы не видно то есть они либо спрятаны за какими-то выступами на здании либо находится на крыше либо светильники стоят на земле и светят на здание то есть как бы чтобы свет здесь играл роль именно инструмента который выхватывает из темноты архитектуру они но не привлекал внимание как бы самим источником света это кстати вот аналогичная скажем так концепция вы видите что здание на фоне замок на фоне они не содержат на себе каких-то светильников которые мы видели они подсвечены мощными прожекторами такими кластерами прожекторов опор либо земли мост да немножко и мы видим уже где светильники находятся но опять-таки как бы в принципе задача их осветить вот эти арки которые будут просматриваться то есть вот это скажем так для классических фасадов это классический пример скажем так и освещение то есть когда светильники располагаются не на самом фасаде большинство зданий опять таки вот 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 это совсем другой видите пример то есть абсолютно классическое даже не знаю как это назвать здание это историческое здание но здесь и освещение находится непосредственно на самом фасаде и вот они таким образом обыграли выделили ярусы выделили оконные скажем так или порталы проемы то есть это тоже имеет право на жизнь как концепция несколько иная концепция здесь мы видим как мост креативно подсвечен и вот такая скажем так цветная подсветка это является трендом последнего времени это светодиодные технологии которые позволяют делать такую подсветку и такие здания или строение они обычно становятся такими акцентами да на фоне города и тут очень важно как бы эти акценты правильно растаять чтобы они друг с другом не спорили вот такие більш классичный можно сказать да это более классический вариант ну я считаю что он абсолютно не проигрывает вот предыдущему слайду и опять таки вы видите что есть акценты и там и там на крышах или где-то на вывесках зданий которые яркие либо неоновые либо светодиодные сейчас создаются акценты то есть много есть различных концепций да по подходов но скажем так главное что мы должны всегда понимать что есть архитектура которую мы светим есть функциональная это исторический центр или же это скажем так современное культурное такое место где бурлит жизнь это вот можно назвать там прагу мы смотрели да и тайм-сквер вот как можно одинаково посвятить конечно же иначе там совсем другой разный ритм жизни в этих местах они это это ориентировано на туристов но в праге главное сохранить свое как бы историческая идентичность лицо нью-йорк он сам творит историю сейчас то есть как бы там постоянно все меняется там очень у них сохранилось много зданий исторических но вот я когда там был купился книгу нью-йорк до и и после и там фотографии старые то есть это начало двадцатого века как бы вот там первая половина и вот сегодняшний день и одно и то же место на развороте много исторических зданий они снесли и поставили там высотки стеклянные и как бы ну вот это их выбор такой как бы наверное там ментальный скло и металл зокрема в киеве мы еще поговорим о том что это саме то что сегодня наиболее создается осветлюется начали программам перед программу мы разместили фейсбук группе фотографию фотографию ночного киева если да замечательно красивое яркое яркое пятно на фото на фоне темной украины если сопоставить условно говоря северной италии ты скажешь что это фото с космоса фотография с космоса из космоса да если сопоставить северной италии то вся северная италия светится наверное ярче чем киев и еще и контраст если вся италия подсвечивается то на территории украины три или четыре ярких пятнышка гордо миллионники ну и я не знаю что это погано че добро яскравишь и тьмянишь это питание дискуссийно артеме взагалі вот зважаючи на функциональное призначение свитла у міському средовищу зробите життя зручнейшим привабить туристов ну и так далее так далее я думаю что киев город не темный то есть если мы выйдем на улицу мы увидим сразу что есть яркие акценты которые многие недавно появились мы выйдем на кричатик мы видим что улица вся достаточно хорошо освещена мне кажется что правильным ответом таким на перспективу да то есть что мы имеем как как бы следовало это делать в киеве тоже можно выделить этот опыт большинства европейских городов основные туристические улицы то есть это тот же кричатик это богдана хмельницкого до оперного театра это владимирская как бы до собора святой софии и михайловская площадь это андреевский спуск то есть это улицы которые интересные туристам в первую очередь это улицы где относительно скажем так мало жилья ну относительно мало артеме тобто от нашу розмову может скластися таке вражение что освятление в мисте истинную виключно заради туристов але ж я постійне населення и воно инколи потребует других видов а не же архитектурное освятление правда вот если запитать наскольки темно чи святле место интернет то в ответ можно отримать таку инспектори НАТО это очевидно иншого значения словно звездных британских ученых пораховали что в киеве 22 тысячи 636 бетонных стовпи веки я носи яме для лихтарьев 12 тысяч девятьсот восемьдесят висим металловых и 2760 деревьяных появляется в киеве за малыми три тысячи щей деревьяных лихтарных ступи это архитектурное наследие практически мало насправде смотрите мы плавно перешли от фасадного освещения к освещению на столбах то есть уличном освещении конечно же уличное освещение должно быть потому что люди в любое время суток они есть пешеходы есть автомобилисты которые 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 реально жаждут хорошего освещения чтобы не бояться идти от остановки домой чтобы видеть опять-таки дорогу всю а не только пешеходные переходы которые у нас тоже кстати не акцентированы не подсвечены ну а запоздалый скажем так пешеход всегда может выскочить ну и как бы мы знаем сколько у нас людей погибает на дороге то есть необходимость уличного освещения она актуальна и это то что нужно действительно всем жителям города другой вопрос что фасадное освещение действительно она в спальных районах абсолютно не нужно то что мы упомянули уже во время передачи про экологическую составляющую относительно птиц относительно опять-таки биоритмов человека если мы возьмем стандарты ну скажем так стандартов нету но есть хорошая практика да это хорошую практику пытаются навязать различные во многом общественные организации то есть если мы возьмем стандартизацию по зеленым зданиям к примеру да там есть такой пункт как light pollution то есть световое загрязнение которое желательно уменьшить чем как бы вот и за это там людям дают балы которые претендуют на такую вот сертификацию своих новых строений или же реконструкции тоже цикавая информация про те что в у франции кілька роков тому было проведено загальнонаціональну акцию зі зменшения світового забруднення нам здається це не загрожує взагалі тому що в більшості випадки во дворах и на таких другорядных вулицях темно чему я знаю что ты знаешь відповіді на все таки запитания у меня есть более точная зданий стика нежели у инспекторов нато по количеству фонарных столбов в городе киеве киев город монопольный в киеве зажигают всего лишь две организации это киева смысле лампочки на столбах это коммунальное предприятие в киев горсвет и киев энерго на балансе киев горсвета которая занимается внешним уличным освещением находится порядка стаж на 1 января находился порядка 167 тысяч столбов извините пожалуйста мати нативський инспектор и прорахувалися на кискосмосово уже видно к сожалению материалок сколько из них деревянных деревянных считается за три наверное ввиду исторической ценности кроме того в киеве еще около десяти лет назад на балансах жеков находилась порядка 40 тысяч столбов вследствие реорганизации киевских жеков проводившихся при предыдущем городском голове эти столбы исчезли их нету нету сетей которые которые использовались они на сегодняшний день большая часть из них на сегодняшний день не находится на балансе ни одного предприятия физично чи документально документально столбы есть пока они находятся в исправном техническом состоянии они будут давать свет ремонтировать их по большому счету некому они ничьи они бесхозные то же самое происходило кстати в киевскими парками еще при александре александровича мельченко вследствие ряда передачи киевских парков с баланса на баланс при реорганизации зеленого хозяйства в городе киеве еще исчезли все парковые сети электросети внешнего освещения исчезла порядка двадцати тысяч столбов найти где они сейчас на чьи они сейчас не представляется возможно во всяком случае в районных зеленым строях их нет других очевидных баланса держателей тоже нету и как я уже говорил киев монополи город достаточно монополизированы на самом деле есть монополия по уличному освещению кстати цели уличного освещения городе киеве тоже достаточно понятны киев гор свет входит состав корпорации киев киевской автомобиль коммунальной корпорации киев автодор то есть пешеходов вопросы безопасности пешеходов вопросы освещения улиц являются для данного предприятия второстепенными киев и в этом автомобиле центричен то есть основным заданием данного коммунального предприятия является освещение автомобильных дорог но эта новость для меня они находят они являются составной частью коммунальной корпорации киев автодор киева автодор не занимать не занимается вопросами пешеходного движения кроме случаев пересечения автомагистрали ну цикаго я тоже задумалась я багато можно дизнатись и кого вы починаете так копать или давайте мы с вами повернемося до основной темы нашей программы и поднимемся тепер на киев мы підготували добирку фотографии где можно побачить панорамы велики и так само как и в випадку с великими местами света мы будем это коментовать добро хорошо да сейчас будут слайды на них разные и я думаю что вы фахово нам прокоментуете какие сами типы освещения вдачи не вдачи тут можно пометить и вот первый слайд он очень показательный географии ну скажем так особенность физики данной географии города то что он стоит на холмах и последняя застройка которая достаточно высотная идет и по жилью и по офисным как бы зданием она только усиливает этот эффект то есть и на этой фотографии мы видим как некоторые здания очень яркие являются яркими акцентами то есть на переднем плане это офисное здание 101 tower на заднем плане это офисные здания парус и гулливер который обзавелся совершенно новым как бы для киева явлением как медиафасад не считая океан плаза то есть много жилых высоток 30-этажных которые в принципе никак сами по себе не подсвечены они светятся только благодаря жильцам ну что сказать про эту фотографию какого-то узнаваемого как бы эффекта пока нету на самом деле эти здания все новые и наверное не всегда не ассоциируются с киевом находятся ли не в своих местах находятся не там где должны быть сконцентрированы вот офисные здания для киева характерна практика когда офисные здания находятся в жилых районах и это все настолько перемешано что нету стройной концепции а вот влажно кажучи с подолом такая самая ситуация тут как таки ну вот глядя на глядя на подолу а давайте мы вернемся на секунду до слайда с подолом тут забудова дещо инша за принципом але картина такая самая напевно да да она немножко не стройная вы понимаете как бы вот на самом деле то что светится зеленым это скорее всего металлогалогенные лампы которые ввиду определенного срока эксплуатации имеют тенденцию к смещению спектра и поэтому вы можете видеть некоторые издания с розовым оттенком некоторые зеленые некоторые голубоватые то есть это на самом деле не есть как бы проблемой что ли при дизайне освещения эта проблема техническая эту проблему можно решить план регулярной замены ламп то есть нет по факту выхода из строя то или иного светильника а как бы плановой замены но это естественно очень дорогостоящая процедура и вряд ли кто-то и у нас будет практиковать в будущем это может светодиоды решить там нету вот этого эффекта ска подавите який гарный вид на левый берег ну левый берег это спальный район и в принципе этот вид имеет право на существование то есть это уже вопрос нашего концепции да как бы хотим ли мы видеть там какие-то яркие акценты если там что светить артем знаете я порівнювала как выглядит левый берег с правого берега у день и в ночи там есть очень интересный ритм створеный висотками так же как и на оболоне в певных ракурсах когда она возвращается с боку гаванского моста скажемо видно что висотная забудовая довольно таки ритмичная и в день в нас творит виразный образ а в ночи и та и и другие частины перетворяются фактически на пласки но в оболоне трошки краще как вот вы вважаете че варто акцентувати ну зокрема на левому березе ци висотки ну с моей как бы точки зрения для достижения определенного эстетического эффекта да чтобы человек который вышел на смотровую площадку справа берега имел красивую картину такие здания действительно можно было бы акцентно подсветить но имеется ввиду не подсветка на здание которое естественно будет давать в квартире а это то что сейчас позволяет делать светодиодные технологии какие-то аккуратные акценты которые могут идти либо по каким-то скрытым элементам фасада я имею ввиду те которые не просматриваются самими жильцами да то есть который не будет делать им паразитную засветку в окна которые будут давать очертания зданий подчеркивать вот этот стройный ряд для обозревателя с правого берега к примеру ну или там с каких-то скажем так с какой-то дистанции уже слева берега это может быть и так и это недорого это скажем так недорогое удовольствие я услышал ключевое слово после которого всегда включаюсь яки я деньгах я ничего артем сказав что дорого это не очень дорого ну как все относительно на самом деле ну наверное для содержать для службы ли там для узбб которые содержат эти дома это было бы не так дорого для застройщика тем более это было бы недорого но дальше этот вопрос уже часто сейчас новые издания все-таки подсвечивают возьмите допустим новопечерские липки они светятся вечером и светятся ярко и там применены различные скажем так подходы то есть там есть светодиодная подсветка металлогалогенные лампы они высветят но опять-таки они делают это так чтобы не попадал свет в квартиры да непосредственно то есть пример мы с вами переглядывая эти фото мали возможность побачить наскольких строкатым и ничный Киев и на это не можно не обратить внимание просто когда гуляешь містом мне стало цикаво чи есть какие-то правила я имею визначается взагалі ничная подсветка миста зокрема архитектурное осветление и мы вернулися по коментар до співробітника міського департаменту архитектуры до голов архитектуры и от что Анна Бондар за які за що я ей щиро дякую сказала що правил загальних единих щодо підсветки у Киеві наскільки її відомо немає тобто кожен баланс утримувач будівлі може на власний розсуд встановити чи не встановити підсветку будівлі а голова архитектура планувала задавати колористику вулиць якщо зараз буде можливість показати нам один слайд на якому є ось будь ласка подивіться така розверстка вулиці шута розставельни які позначено не лише точки де мають знаходитися освітлювальні прилади і фасади означенні які мають бути освітлення але зверніть будь ласка увагу внизу дві такі смужки в різних відтінках коричневого кольору це палітра тих відтінків яких хотіли досягти за рахунок саме архітектурного освітлення але на превеликий жаль коментує далі Ганна Бондар із Київголов архітектури подібні плани не реалізуються оскільки для того щоби все це зробити потрібна паспортизація вулиць а цей процес на великий жаль було загальмовано з певних причин хоча є така негласна вимога керівництва міста підсвічувати фасади при реконструкції ми до цієї теми ще дійдемо або підсвічувати новозведені будинки для того щоби було гарно раніше проект підсвітки фасадів входив до паспорту фасадів і подавався на узгодження в голову архітектуру зараз голову архітектуру подібних проєктів не узгоджує паспорту фасаду замовник тобто забудовник не замовляє тому і виходить хто вліз а хто подрова ну от така от у нас ситуація як ви це можете прокоментувати все не так трагічно а хто сказав що це трагічно я просто цитувала просто красиво в той інтонацій у тебя синонім слово по-багатому красиво і по-багатому ну красиво це такий новий термін красиво я не чесно я мушу подумати і що по-багатому так це близько красиво і по-багатому в одной плоскості поняття так 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 вот что касается во всяком случае зданий которые являются памятниками архітектуры по любыми памятниками у киевской городской государственной администрации правда у департамента культурной спадщины есть достаточно полномочий для регулирования вопросов подсветки фасадов в процессе заключения охранных договоров с собственниками и если киевская городская государственная администрация этого не делает то это не значит что у нее нет на это полномочий это значит что она просто этого не делает я думаю что тема а скорейше проблема подписания не подписания охранных договоров тягне на окрему программу и любая бюрократия в городе то есть если вы позволите прокомментировать то что вы сказали как бы чиновник да она чиновник вот или она не чиновника вот я хотел бы понятие в ней співробітником головы архітектуры не важно тоже творчую я понял то есть мне кажется что в том контексте что государственные представители да городская администрация да должна как-то регулировать процесс да она должна ну потому что то есть ли совсем нет никакой регулировки скажем так с нашим менталитетом когда каждый может ну как бы там выпендариться как он позволяет средства ну по факту да вот все таки какая-то структура должна задаваться кто-то должен структуру держать если в рамках этой структуры будут какие-то каждое здание нужно рассматривать естественно самостоятельно если к нему с любовью как бы относиться самостоятельно то есть стараться подсветить и выделить те архитектурные особенности которые есть здание то и в целом если мы наберем улицу таких зданий то это может быть очень гармоничная как бы правильная подсветка артемия пропрошала не факт з моёй точки зору мы за кілька хвилин сможемо подивиться и поговорить про ситуацию ну принаймні на одний вулице вона дуже добре надается как приклад где было сделано чимало там ризных хиб и помилок андреевский узвиз кожна будь ля окремо не створю и поки что целесного образу напевно же треба розглядать как что идет про подсветку вулиць всю улицу в целом то что я сказал должно быть это регулирование то есть какая-то структура в рамках которой можно будем так говорить проявить определенное творчество авторам уже проекта второй момент который я важный услышал из уст вот уважаемые как бы эксперта которого цитировали если бы была обязательная паспортизация и там присутствовала такое паспорте фасада подсветка то видимо у тех кто является собственными или проводят реконструкцию или снова здание строит у них была бы формальная необходимость продумать эту подсветку не оставлять как бы по остаточному принципу ну как бы хватило денег не хватило и так далее речь идет не о паспортизации отдельных объектов а паспортизации улиц проект который начался в киеве около девяти лет назад с проект до сих пор не утвержденного проекта паспорта крещатика и на этом как бы и закончился да то есть я считаю может быть это как скажем так мы чтобы не путаться с определениями но суть от этого не меняется то есть действительно как бы какая-то общая концепция должна быть чтобы ее может вы знаете как бы если посмотреть на освещение каких-то отдельных улиц в тех городах которых мы упоминали нью-йорк лондон вена и так далее там тоже есть вроде бы иногда разнобой то есть там не всегда все так стройно как нам кажется но на самом деле допустим стараются сохранить действительно цветовую температуру если это классические как бы здания то там нету явно холодных таких да каких-то оттенков холодных цветов то есть там все нейтральное или теплое мне будет у вас запитание на эту тему тому что мне например очень нравится один приклад когда такая суцельная холодная заливка была использована для одного архитектурного памятника и поговорим про инши приклади у нас немае загальних правил а тем не менее зі святлом у киеве працюють давайте глянемо что у нас є уже не на панорамах а на конкретных объектах и теж подивимось и теж подивимось и теж подивимось наскільки це вдало або не вдало гаразд хорошо да дай будь ласка ось у нас на мониторе вже деякі объекты на самом деле скажем так это фасад который привлекает к себе внимание насколько удачно неудачно выполнена подсветка с моей точки зрения да 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 я комментирую с моей точки зрения смешение как бы цветовой температуры как раз на фасаде теплых и холодных да вы видите что есть тени ну тени она всегда присутствует то есть на самом деле свет и тени как бы их игра это важно то есть мы зальем просто фасад и там не будет теней он будет смотреться как бы плоским действительно это будет неинтересно но не допустим мешает но это мое субъективное опять кимнение наличие там вот такого смешения двух цветовых температур то есть я бы хотел чтобы это было в одном стиле я считаю что это как бы обычно хорошая практика опять-таки реклама вот тоже немножко как бы там иногда может портить в такие фасады классические да то есть когда а может по этому фасаду мы придято относимся как многих явления относятся к придято к реконструкции бесарабского квартала не абсолютно он просто перевантажен рекламой и я сгодно с артемом он действительно не надо не было видно там есть натяжные рекламные баннеры которые абсолютно не портят его а вот это то чего в киеве бракуя честно сказать я нещодавно повернулася из тбилиси где на одни из гир стоит их телевизийная вежа и она сяя и переливается всю ночь до ранку и это такие гарные орієнтиры один из символов миста совершенно верно и я согласен с вами абсолютно абсолютно я думаю что це дійсно може коштувати дуже дорого опять таки я недавно читал статью про нашу вышку о том что она является рекордсменом по многим параметрам и о том что там очень сильно много использовано лампочек для ее подсветки особенно для ее праздничной подсветки я думаю что будущем возможно ее переоснащение с помощью светодиодов и там показатели по энергопотреблению и опять таки по эксплуатационным характеристикам как долговечность они позволят ну скажем так существующий бюджет эксплуатационный вложить и какую-то более длительную скажем так я подсвешиваю слово дорого ты принес с собой старую магнитофонную плевку я принес себе с собой осветитель светодиодное освещение построенное на патенте можно да можно а я никогда этого с близько не бачила вот есть стандартная привычная нам лампочка она построена на патентов с 1856 по 1910 год Артема и вот это может светиться так как мы бачили это светит ярче чем вот это на самом деле скажем так светодиоды которые вы держите в руках это то что мы знаем светодиодная лента и она используется в основном либо в интерьере для подсветки каких-то скажем так продольных конструкций то есть это либо карнизы какие-то знаете которые там создают такой эффект на потолке интересные либо это ниши какие-то либо это точно то же самое в наружной архитектуре да то есть это подсветка каких-то контуров это подсветка каких-то ниш там только используется влагозащищенная как бы лента которая покрыт покрыта силиконом либо какие-то светильники которые стыкуются опять-таки вот эти вот маленькие желтенькие светодиодные как бы именно чипы которые ну будем так говорить да назовем их кристаллы они могут быть большей мощности большие по площади имеют специальные радиаторы для охлаждения и тогда их ставят уже какой-то светильник и они являются мощным источником который последующим как бы либо проекционной оптикой либо рефлекторами направляется ну как то же самое происходит с любым другим источником света и ты хочешь сказать еще оце в три раза дешевше я хочу сказать что это в три раза меньше потребляет я не верю это патенты 19 века вот это патенты 20 века я попрошу лампочку и леченную ображать патенты 21 века если мы 20 20 то есть еще раз можешь так показать 19 20 20 21 вопрос в каком веке мы живем это уже не выпускается в европе не может быть в евросоюзе это уже не выпускается не может быть но на самом деле как бы они постепенно они сейчас действительно подошли к завершению этапа переходного периода да суть которого и цель которого уйти от ламп накаливания в быту и в коммерческих каких-то применениях поскольку они являются энерго неэффективными а кто зазна и наскільки вон тут в цифрах чтобы можно было уявить вон у меня великие цифры справляют великое вражение давайте я вам буду говорить так сначала мы говорим о физических каких-то терминах а потом переведем их в валюту а потом еще мы повернемся до слайд-шоу обязательно да давайте так очень-очень-очень бегло то есть лампочка накаливания у нас уже фактично час он залишился единица измерения света светового потока то есть что-то светит и вот мы это как-то меряем это люмен да так вот лампочка накаливания на ват приложенной мощности которые она потребляет дает 10-14 люмен да то есть сколько в инфаркрасном совершенно верно то есть на свет она дает я перестаю розуміти про что вы говорите честное слово она больше будет как человек без физического образования вот это если взять эффективность вот этого за единицу то вот это экономит порядка 60 ну от 40 до 60 процентов больше то есть смотрите вот эта лампочка у нее условно говоря она в 3-4-5 раз более эффективна чем лампа накаливания именно в таком исполнении вот эти офисные люминесцентные длинные лампы они эффективнее раз в 8 ну то есть где-то 80 люменного отдают опять таки это может колебаться несколько стоимости производителя качество света которое мы должны да это линейные трубчатые современные тоники такие они тоже у нас редкость на самом деле потому что мы еще пользуемся тем что в 20 веке было стандартом если мы говорим про светодиоды то сам светодиодный чип он уже в полтора раза более эффективен ну или же если мы берем за единицу то есть 14 раз может быть более эффективен в 15 раз более эффективен чем лампочка накаливания другой вопрос что потом нужно этот свет как-то действительно еще собрать перенаправить то есть реальное кпд светильника будет может быть и меньше но вот допустим эта лента она сопоставима на раз 5-6 как бы более эффективно чем лампа накаливания то есть потому что вот эти маленькие светодиодики которых видите много на ленте они маломощные как бы здесь нельзя добиться от них высокого кпд потому что высокая кпд подразумевает и большую теплоотдачу в которой мы должны какие-то радиаторы эта лента не требует может быть охлаждения либо она клеится на какой-то профиль металлический она не рассчитана для функционального освещения ну такого основного то есть у внешнего освещения не будет или архитектурно не будет архитектурно дело в том что для архитектурной подсветки вам не всегда нужно много света вы ведь рисуете светом на темном фоне как мне подобается это слово малювать светом если вы используете такую скажем так ленту обычно это какие-то контуры то есть вам вы смотрите на источник света на самом деле вы видите источник света или вы видите непосредственно его где-то вблизи от освещаемой поверхности и за счет этого как бы вам много мощности не нужно на самом деле если же мы говорим о прожекторах светодиодных которые являются ну прямой так скажем заменой прожекторам там на металлогалогены натриевые лампы и так далее там используется как я уже говорил немного и новой модификации сами светодиодные модули там есть радиатор там есть как бы менеджмент какого-то да вот тепла этого в этом светильнике какая-то оптика которая этот свет направляет опять таки вот стоимость обычно светильника она и складывается из вот этих составляющих как насколько долговечным он будет какая там оптика насколько высоко его кпд ну в сумме не будем углубляться мы пользуемся отсутствием Андрея Куликова расхулиганились это уже стае якоюсь такою традиционной репликой треба повернути его в программу давайте повернемося до слайдов и переглянемо еще кілька картинок ну это наша достопримечательность можливо коментуючи уже ну смотрите как бы здесь на самом деле весьма как бы я бы сказал хорошая подсветка ну то есть все относительно да то есть может быть можно было бы сделать лучше но это неплохой пример мне очень не нравится и они не подобаются ни одну химеру не видно с половиной ракурсов если идти по банковой это просто белое пятно непонятно чему обычно такие здания освещают с каких-то опор либо с земли в целом здания заливают потому что у вас здесь в принципе старались сделать то же самое но тут есть светильники которые находятся на фасаде и они дают такие как называют хатспот они переосвещают какие-то зоны которые выделяют плоскости стены в данном случае на этом фасаде есть акценты которые надо было бы дать это химеры то есть какие-то фигуры но это можно только с расстояния сделать но там не видно было по фотографии которая освещена абсолютно по-другому ну это неизбежно у них совсем разная архитектура у этих двух зданий поэтому как бы просто соотношение как вы говорите в рамках паспорта фасада что из них должно было бы быть большим акцентом или как они акценты должны были быть согласованы между собой на этот счет можно было бы подумать но это не самый плохой пример в ТКИ и я думаю поэтому как бы сильно ругать это здание нельзя ну на самом деле как бы вот у меня как бы профессионально больших претензий нет абсолютно то есть историческая архитектура нормально подсвечена она видна а это варто прокомментировать это да это это новое явище в нашем свитложитете это абсолютно новое здание вернее абсолютно новая подсветка абсолютно новый тип подсветки который является трендом в мире то есть это динамический медиафасад стало это возможно благодаря опять к развитию светодиодных технологий то есть маленькие источники света на самом деле они не такие маленькие если мы посмотрим на них вблизи то есть это несколько светодиодных лампочек скажем так которые формируют с большого расстояния как бы один пиксел ну или как бы ячейку который опять кисть еще большего расстояния складывается в целую картинку в телевизоре то есть экран да 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 на гулливере вот на вашу думку подибное вторгнение в они могут быть не акцентом как бы если перефразировать или какую-то аллегорию провести я бы сказал что это такая трибуна то есть медиафасад подразумевает что это некая связь мы не просто светим на здании и подсвечим здание само по себе а мы уже общаемся с теми людьми которые смотрят на здание и тут основной фактор это какой контент медиаконтент да то есть что люди будут на этом фасаде показывать может быть дело в том что его можно оставить как бы там просто как светящейся линии и все как бы да ну вот будет зеленое здание или красное как до речи было сделано свого часу з будинком торгівлі на львівській площади виразный акцент на тлі чорного неба и ну так мы дійшли згоди что нам це скорейше подобается а не не подобается и не муляй око я так розумі шановні колеги и наш дорогий гостю что переглянути все и так докладно прокоментувати кожен слайд ми сьогодні уже не встигаємо но тем не менее от з усього что мы побачили и про что мы сьогодні говорили артеме как бы вы фантазовали и мрее ли на темы светла в киеве вот что бы вам хотелось сделать и с этим местом чего бы вы хотели досягти я считаю что освещение как бы нельзя рассматривать в отдельности от контекста архитектуры в отдельности от контекста того как должен жить город освещение должно быть функциональным поэтому то что мы уже упоминали если есть некоторые центральные улицы они должны быть в едином желательно более-менее ансамбле освещены уличное освещение должно присутствовать как говорится во всем городе чтобы не раздражать скажем так жителей центра города это освещение можно это сейчас становится возможным благодаря опять-таки светодиодным технологиям в частности но не только настраивать в виде нескольких режимов работы так называемых световых сценариев то есть и это может быть вечернее освещение которое скажем так ну когда основная часть людей проходит по улицам когда они смотрят когда они гуляют это может быть ночное освещение дежурное которое включается после 23.00 к примеру да когда часть освещения просто выключается к примеру и остаются какие-то отдельные акценты которые допустим должны работать круглосуточно и это может быть праздничное когда наоборот что-то мы добавляем это либо дополнительные там какие-то гирлянды это может быть какая-то просто цветодинамическая подсветка это гуливер который будет показывать нам елку и так далее то есть ну вы понимаете да они могут каждый день в принципе не особо выделяться а вот какие-то там даты и выходные они могут привлекать внимание да то есть обычно такие медиафасады это какая-то спокойная скажем так подсветка а потом выстреливает чем-то очень ярким вот как бы так может и жить город то есть он спокойный но потом когда праздник когда он должен показать себя красивым он должен быть действительно красивым и освещенным до речи про яскравость у нас у в центре есть такие места где свято щодня буквально арка дружбы народов нещодавно до неи додався такий брат это пешогидный міст який тоже подсвечен всеми кольорами веселки и я нещодавно звернула увагу на те что даже купол супер элитного готелю премьер палац теж переливается веселковыми кольорами очевидно это якийсь такий киевский тренд и ц правда на самом деле я не только и опять таки премьер палац это гостиница гостиница это место ну отчасти как бы для отдыха развлечений она хочет привлечь к себе внимание то есть в принципе это нормально и как бы я не могу сказать что они правы или не правы это хорошо смотрится как акцент а допустим арка дружбы народов мне не нравится не даже потому что она представляет собой радугу теперь а потому что как это сделано да то есть как бы ну скажем так вот с теми средствами которыми они смогли это сделать она не очень я всегда считал количество цветов и у меня никогда не получалось радуга их там пять ну да отже у подсумку свитло потрібно как с ним працювати залежит от знаний смаку и особливостей местного архитектурного ландшафта за векном уже совсем стемнело и шановное творчество нам треба завершувати нашу программу но невеличкий анонс завтра о 20 године в программе читаемо киев мы продолжим с сегодняшнюю тему и будем говорить про то как воно велося и с освитлением на киевских вулицах в попередних эпохах не сьогодні а в минулому ну и для того чтобы вам было не так страшно ой и где же воно подилось я теж прийшла за объектом повертаючись до теми хэллоуину не бейтеся не бейтеся святкуйте хто хоче хэллоуин хто хоче готуйтеся до дня всіх святих пам'ятаймо просто що за кожну ніччю обов'язково не стає ранок ми вам всім дуже дякуємо дякуємо нашому гостю і побачимося за тиждень знову у програмі «Кратская среда» Несмотря на пропавшие столби свет все равно победит Всего доброго хтось 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 Субтитры создавал DimaTorzok